Обычный технический осмотр газового оборудования оставил жителей Лётные-23 без газа. В одну из квартир не было доступа. Специалисты ГАЗ-ТО были вынуждены прекратить подачу газа по всему стояку до выяснения деталей. Мы уже седьмой, вторая неделя пошла. Нет горячей пищи. Вот видите, я же отдыхаюсь, потому что у меня астма и так далее. То есть я прошу вас, вашего содействия в том, чтобы включили этот газ и не ради их наказали. Хозяйка той квартиры все же пустила специалистов, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию. Пришли в какой-то день, я их пустила. Вошел фамилиевый Игнатьев и еще с ним мужчина. Причем, когда приходили перед этим, их было два человека. Я их не пустила, сказала, во-первых, оденьте маску, бахилы и пусть зайдет один человек. Они сказали, мы, мы, я говорю, а вообще кто, назовите фамилии, кто дал такое разрешение, когда всех всадили на удаленку, а вы ходите по квартирам, по домам, и неизвестно, сейчас в стране такое творится, а вы ходите. Проблема была в установке заглушки. И вроде уже можно было пустить газ, но в списке газовщиков оказалась еще одна квартира под номером 53, куда нет доступа. Там давно никто не проживает, говорят жильцы. Спросить надо газовщиков. Я им это еще раз раз говорю. Мы сделаем, мы ходим, мы обходим, но вас никто не открывает. Я говорю, это ваши проблемы. Идите к председателю, вместе с председателем вы решаете вопрос, милицию вызываете. Занимайтесь тем вопросом, которым необходимо заниматься. Но вопросов с каждым днем становится только больше, а ответов по этому номеру телефона, указанному в объявлении, не дают ни нам, ни жителям. Сегодня мы сделали официальный запрос в специализированную организацию по газификации и техническому обслуживанию. Жители Летные-23 должны понимать, когда произойдет подача газа. В том числе и поэтому просят хозяев 53-й квартиры откликнуться и связаться не только с ними, но и с сотрудниками ГАЗ-ТО. Андрей Колосов, Денис Корнев, Первый Матищинский.